КОНЕЦ В смарт-технологии телефон постепенно превратился в мини-компьютер, который уже превзошел своими характеристиками большинство компьютеров в 90-х. А разработка специальных приложений для мобильных устройств превратилась в огромную отрасль бизнесов, в которой главную роль играют свежие, неожиданные, но в то же время полезные для пользователей идеи. Конкурс названия лучшего мобильного приложения Эстонии 2014 проводится впервые. Сегодня были названы его победители в различных номинациях. Приложения разные, поскольку среди претендентов на главный приз есть победители в своих категориях, поэтому попались совершенно разные направленности. Номинанты, например, один из главных претендентов это программа для планирования работы команды, особенно команда, которая работает удаленно. И это приложение является нацеленным на международный рынок и, в общем-то, достаточно амбициозным. Другой вариант из того, что у нас сегодня претендует на главный приз, это, например, приложение РМК «Встретимся в лесу», которое призвано помочь жителям Эстонии найти себе какие-то места для активного отдыха, то есть уже не коммерческое, нацеленное на эстонский рынок, но составляющей социальной важности и в своей категории оно оказалось лучшим. В жюри вошли успешные предприниматели, чья деятельность непосредственно касается инфотехнологий. Оцениваемые приложения могли быть выпущены еще до начала конкурса, но главным условием стало то, что они должны быть функционирующими на данный момент и быть сделаны в нашей стране, хотя и не обязательно для эстонского рынка. Ведь прерогатива – компания-разработчик или компания, которая владеет бизнес-идеей, должна базироваться в Эстонии. На прием заявок было отведено несколько недель, в ходе чего набрался 71 кандидат. Конечно же, тематика приложений очень разнилась и было решено разделить их по группам. Бизнес и торговля, образование и культура, здоровье и спорт, государственные и муниципальные приложения и развлечения. Жюри особо отметили работу ребят, разработавших мобильное приложение, которое облегчает заказ такси. Оно и стало главным победителем конкурса. А также разработчиков спортивного приложения «Тренер в кармане» и приложения «Нуттикайца», которое должно помочь безопасно использовать и применять различные мобильные и электронные технологии. Признанные лучшими приложения будут также представлены и в международном конкурсе. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...